Лукашенко упомянул о ядерном оружии. Важные моменты выступлений Путина. Ускорение наступательных действий в Лисичанске, в том числе опять промышленная зона, а также на бахмутском направлении, на славянском направлении и подготовка к другим направлениям. Об этих действиях, кстати, сообщает Генштаб ПСУ. Остров Змеиный, победные реляции в украинских соцсетях и то, что не расскажет Владимир Зеленский. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 30 июня, итоги. И начну я с весьма интересного фрагмента, который можно посмотреть на моем телеграм-канале, где Александр Лукашенко упомянул, что ситуация непростая и на всякий случай нужно рассматривать то, о чем, конечно же, все, так скажем, предпочитают не говорить. Своими размышлениями он поделился в беседе с Лавровым. Ну а также интересные моменты и обсуждения по соцсетям происходят на фоне того, что заявлял Владимир Путин. Ну и в частности, конечно же, по тем целям, изменились ли они или нет. И Владимир Путин еще раз подтвердил, что ничего не изменилось. Цели остались прежними. Ну и, конечно же, еще пока что остается топ-тема остров Змеиный. И по украинскому сегменту соцсетей разносятся победные реляции. Вот смотрите, фактически это благодаря Украине все произошло. И вот сейчас мы что-то будем делать. Но многие, в том числе и в Украине, задаются вопросом, а каким образом Украина сможет высадить туда, собственно говоря, гарнизон, и чтобы он удерживал остров Змеиный. А вот как раз по продовольственным коридорам могут возникнуть вопросы. По разминированию, по другим вопросам, где Зеленский кое-что обещал. И выполнит ли, опять же, вопрос остается риторическим. Ну а все остальные аспекты вокруг острова Змеиный нужно будет рассматривать примерно через недельку. А пока что основной театр боевых действий, конечно же, на Донецко-Луганском направлении. И некоторые в украинском сегменте соцсетей не обратили внимания на сообщения о том, что со стороны республик, которые, кстати, признаны теперь и Сирией, и Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией, и ряд сил перебрасывается на усиление сразу нескольких направлений. Генштаб БСУ Украины в том числе и отмечает, что действительно идет усиление огневого воздействия и штурмовых действий по отношению сразу, вот опять же, промышленной зоны Лисичанска, ну а также по направлению к Бахмуту. И хотя, конечно же, некоторые украинские военные чиновники говорят, что героически обороняются, но с мест передают, что... И что все это начинает напоминать сценарии и Азовстали, потом Азота, Желатинового завода и вот, собственно говоря, промышленной зоны уже Лисичанска. Ну и на фоне, конечно же, информации о острове Змеиной, вот эту информацию в украинских соцсетях как-то не очень хотят видеть, потому что, ну, сейчас вы видите обсуждение только острова Змеиной. Но ряд западных экспертов и украинских экспертов оптимизма, как говорится, не разделяют по острову Змеиной, потому что, скорее всего, что никто там разместиться не сможет и, скорее всего, что остров будет просто стоять пустым. Ну а тем временем западные журналисты сообщают, что как раз по Лисичанску осталось буквально, уже счет пошел на дни, ну а также, естественно, выход на другие рубежи. На этом пока все. Обязательно подписываемся на телеграм-канал, там могу разместить больше, а дальше будет... Субтитры сделал DimaTorzok